Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу вам о книге Элизабет Гилберт «Город женщин». Элизабет Гилберт – американская писательница, автор таких бестселлеров, как «Есть, молиться, любить» и «Большое волшебство». Родилась она 18 июля 1969 года в семье инженера-химика и медсестры. Первые публикации Элизабет Гилберт появились в 1993 году. Ее рассказ «Пилигримы» оказался в престижном журнале «Esquire». Эту работу представили как дебют американского писателя. А в 1997 году писательница опубликовала сборник коротких рассказов паломники. Этот сборник принес признание журналистке. Однако ни одна написанная до 2006 года статья или книг не принесла писательнице мировую известность. Но все изменилось после выхода в свет книги «Есть, молиться, любить». Эта книга – история о самой Элизабет. После развода мужа она решила отправиться на поиски себя. Гилберт выбрала потрясающие страны – Италию, Индию и даже Индонезию. После роман был экранизирован, а на главную роль пригласили актрису Джулию Робертс. Ее новая книга «Город женщин» – это роман о молодых женщинах в сверкающем и дерзком театральном мире Нью-Йорка 40-х годов. 19-летнюю Вивиан Моррис только что выгнали из колледжа за систематические прогулы и заваленные экзамены. Впервые приехать в Нью-Йорк можно только раз, Анжела, и это великое событие. Ты, может, и не поймешь всей романтики, ведь ты в Нью-Йорке родилась. Для тебя наш прекрасный город существовал всегда. А может, ты любишь его гораздо больше, чем я, чувствуешь с ним особое родство, которое мне не понять. Одно знаю точно – тебе повезло, что ты выросла здесь. Но очень не повезло, что не случилось приехать сюда впервые. Тут я тебе сочувствую, ведь ты упустила самое невероятное впечатление в жизни. Тем более, если речь идет о Нью-Йорке 1940-м году. Таким город не будет уже никогда. Я не хочу сказать, что до или после 1940-го Нью-Йорк был хуже или лучше. У каждого времени свой шарм. Но когда юная девушка приезжает в Нью-Йорк впервые, город словно рождается на ее глазах, а страивается заново лишь для нее одной. И тот город, то место, второго такого Нью-Йорка, не было и не будет. Он навек отпечатался в моей памяти, как засушенная под прессом орхидея. Мой идеальный Нью-Йорк, он всегда останется таким. У тебя есть свой идеальный Нью-Йорк, у каждого он свой, но тот город навечно принадлежит мне. Дорога от центрального вокзала до театра заняла совсем немного времени. Мы перетекали город по прямой, однако таксист вез нас через самое чрево Манхэттена, где новичку легче всего почувствовать пульс города. У меня разбежались глаза, я дрожал от волнений, хотелось рассмотреть все сразу. Но я вспомнила о хороших манерах и попыталась завести со своей сопровождающей светскую беседу. Оливия, впрочем, оказалась не из тех, кто испытывает потребность беспрерывно сотрясать воздух словами, и ее загадочные ответы лишь порождали новые вопросы, которые, как подсказывала мне чутье, она не соизволит обсуждать. «Давно вы работаете на тетю?» – спросила я. С тех пор Моисей в пеленках лежал. С минуты я переваривала ответ. «И чем вы занимаетесь в театре?» «Ловлю все, что падает, пока не разбилось». Некоторое время мы ехали в тишине, и я пыталась уложить в голове слова Оливии. Потом решилась возобновить разговор. «А какой спектакль сейчас идет?» «Жизнь с матерью» – мюзикл. «О, кажется, я про него слышала». «Вряд ли. Ты слышала про «Жизнь с отцом». Продвейская пьеса была хитом в прошлом году, а у нас «Жизнь с матерью» – мюзикл». «А это законно?» – подумалось мне. «Разе можно взять бродвейский хит, изменить одно слово в названии и поставить в другом театре?» «Оказалось, можно, если на дворе сороковые, а другой театр – это лили». «А вдруг люди по ошибке купят билеты на ваш мюзикл, решив, что идут на жизнь с отцом?» «Спросила я. Бывает», – хмыкнула Оливия. «Значит, им не повезло». «Тут я почувствовала себя маленькой, надоедливой дурочкой и решила впредь молчать. Остаток пути я просто смотрела в окошко. Было невероятно увлекательно разглядывать город, проносящийся мимо. Куда ни повернись, открывали замечательные виды. Стоял чудесный летний вечер. Было уже поздно, а ничего прекраснее позднелетнего вечера в центре Манхэттена. Только что прошел дождь. Над головой олело закатное небо. По окошке мелькали зеркальные небоскребы, неоновые вывески, блестящие мокрые улицы. По тротуарам бежали, шли, прогуливались и фланировали люди. Высоченные экраны на Таймс-сквере изливали на прохожих ослепительно сияющий поток рекламы и свежайших новостей. Спихивали огнями торговые галереи, платные дансинги, кафетерии, театры, кинозалы. Роскоши, не уступающие дворцам. А я, как зачарованная, не могла отвести от них глаз. Не доезжая 9-й авеню, мы свернули на 41-ю улицу. Тогда она не блистала красотой. Впрочем, и сейчас немногим лучше. Но в 1940-м вся улица состояла из хитрых сплетений пожарных лестниц и запасных выходов домов, чьи парадные фасады смотрели на 40-ю и 42-ю улицы. А в центре незрачного квартала сияло огнями единственное здание – лили, театр моей тетушки, чьи подсвеченные афиши зазывали на жизнь с матерью. До сих пор так и вижу его. Настоящая махина, построенная, как я теперь знаю, в стиле ар-нуво, но тогда просто поразившая меня своей громадой. В фойе явно должно было создавать впечатление вопиющей роскоши. Здесь створил торжественный полумрак. Дорогие деревянные панели на стенах, лепные потолки, кроваво-красная напольная плитка и массивные старинные светильники от Тиффани. «Пойдем прямо на спектакль». Моя провожата взглянула на часы. Слава богу, он вот-вот кончится. Она распахнула массивные двери, ведущие в зрительный зал. К моему огорчению, Оливия Томпсон воспринимала свое рабочее место с такой брезгливостью, будто ей противно здесь до чего-либо дотрагиваться. Но я, я была совершенно очарована. Внутри театр поистине ошеломлял. Громадный сверкающий, как старинная шкатулка с драгоценностями, внутрь которой я ненароком попала. Меня восхищало решительно все. Слегка покосившиеся подмостки, ряды не слишком удобных кресел, тяжелый пурпурный занавес, тесная оркестровая яма, потолок с позолотой и массивные поблескивающие люстры, при взгляде на которые первым делом возникал вопрос – а если она рухнет? Здесь все было грандиозно, и все нуждалось в обновлении. Зал напомнил мне бабушку Морис, но только из-за ее любви к роскошным старым театрам. Но и потому, что сама она выглядела точно так же – старая, но с гонором и разодетая в поеденный молью бархат. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Потрясающая книга, очень сильное впечатление. Что меня в очередной раз удивляет в книгах Элизабет Гилберт – это умение создать отдельный мир, совершенно не похожий на созданный в других книгах того же автора. Всегда ждешь узнаваемости, сходства, а находишь что-то совсем иное по сравнению с предыдущими книгами. Город женщин начинается легко, даже феерично в мире богемы Нью-Йорка 40-го года. И кажется, что в этом же духе повествование продолжится. Но внезапная череда событий резко меняет направление сюжета и атмосферу книги. Казавшиеся легкомысленными, герои вынуждены принимать серьезные решения. События приобретают драматический и даже трагический характер. Читается захватывающе и всерьез. Ничего от дамского романа я здесь не обнаружила. Книга очень кинематографична, просится на экран. Не удивлюсь, если по ней будет снят фильм. Завораживающий, честный и мудрый роман «Гилберт верна себе». Это роман о том, как женщина обретает силу, мудрость и независимость, вопреки миру, который стремится загнать ее в удобные рамки. Роман полной мягкой грусти. Роман о том, какие формы может обретать настоящая любовь. Роман о силе слов и об их влиянии на судьбу. Книга-письмо. Книга-исповедь о бурной молодости богатой провинциальной девушке в Нью-Йорке 40-х годов и далее о ее возрастлении и зрелости. Жизнь кипит. Театр, танцовщица-бурлеска, богемная жизнь, вторая мировая война. У главных героев непростые истории жизни, но очень правдивые. Читается легко, с удовольствием. Отличный слог и чувство юмора у автора. Затронуты важные темы семьи, поиска себя, дружбы. Героиня честна сама с собой и с читателем. Очень рада, что познакомилась с творчеством Элизабет Гилберт именно с этой книги. Мы стояли в глубине зала, прислонившись к стене, хотя свободных мест было предостаточно. Если честно, зрителей оказалось немногим больше, чем актеров на сцене. Оливия тоже это заметила. Посчитав публику по головам, она записала число блокнотики, которые выводила из кармана и тяжело вздохнула. А между тем война была на пороге. Вообще-то она началась давно и в Европе шла во все. Но в США продолжались разгоряченные дебаты, стоит ли нам в ней вступать. Само собой, я в этих дебатах не участвовала. Но все кругом обсуждали войну, и от этого было не скрыться. Возможно, ты сочтешь, что я могла бы и пораньше заметить приближение войны. Но, если честно, прежде эта тема не привлекала моего внимания. Если ты еще не поняла, Анжела, молодость и наблюдательность не входило в число моих достоинств. Летом 1940 года было очень трудно не замечать, что в мире вот-вот начнется война. Но я каким-то образом умудрилась. Своё оправдание скажу, что мои подруги и коллеги по театру тоже игнорировали эту тему. Не помню, чтобы Глэдис, Селия или Дженни хоть раз обсуждали боеготовность Соединенных Штатов Америки или растущие потребности флота двух океанов. Политика меня никогда не интересовала. Я не назвала бы фамилию ни одного министра в кабинете Рузвельта. Зато я знала полное имя второй жены Кларка Гейбла, многократно разведенной светской львицы из Техаса. Рия Франклин, Прентис, Лукас, Лэнгхем, Гейбл. Язык сломаешь, но я запомнила его до скончания дней. В мае 1940-го нацисты вторглись в Бельгию и Нидерланды. Примерно в то же время я провалила экзамен в Ассаре, так что мне было не до войны. Помню, папа говорил, что вся эта кутельма закончится к концу лета. Французская армия теснит захватчиков обратно в Германию. Я сочла ее слова вполне авторитетными, ведь он читал столько газет. Когда я приехала в Нью-Йорк в середине июня 1940 года немцы уже маршаловали по Париже. Вот тебе и папин авторитет. Но в моей жизни случилось столько всего интересного, что мне некогда было следить за развитием событий. Меня гораздо больше интересовало происходящее в Гарлеме и Виличе, чем на линии Мажино. Будь я умнее и прозорливее, то поняла бы, что рано или поздно Америку втянут в мировое противостояние. Я могла бы уделить побольше внимания известию, что мой брат собрался пойти на флот. Могла бы даже задуматься о том, как это решение повлияет на будущее Уолтера и на будущее всех нас. Могла бы сообразить, что некоторые юные весельчаки, с которыми мы же нощно развлекаемся в Нью-Йорке, по возрасту как раз подходят для отправки на передовую, когда Америка неизбежно вступит в войну. Я сожалею, что не распознала грядущего ужаса Анжела. Искренне сожалею. Впрочем, остальные оказались умнее меня. Оливия с особой тревогой следила за новостями, поступавшими из ее родной Англии. Я видела, что она беспокоится, но поскольку Оливия беспокоилась по любому поводу, на меня это не производило впечатления. Каждое утро за тарелкой яичницы с почками Оливия прочитывала все газеты, которые смогла найти. Нью-Йорк Таймс, Беренс, Гарольд Трюбин, хотя последние лебезелы перед республиканцами, а тем более британскую прессу, когда удавалось ее достать. Даже моя тетя Пек, обычно читавшая лишь пост, и то ради бейсбольной колонки, стала с тревогой следить за репортажами. Одну мировую войну она уже пережила, и не горелось желанием пережить вторую. Добавок ко всему, Пек искренне переживала за Европу, которую очень любила. Тем летом Пек и Оливия укрепились во мнении, что американцы должны вступить в войну. Кто-то же должен помочь англичанам и освободить французов. Обе они горячо поддерживали нашего президента, пытавшегося добиться одобрения военных действий со стороны Конгресса. Пек, предатель своего класса, всегда любила его Рузвельта. Когда я впервые об этом услышала, мне потрясло ее отношение. Мой отец ненавидел президента и был рьяным изоляционистом. Он всецело поддерживая Линдберга. Я полагала, что все мои родственники обязаны ненавидеть Рузвельта. Но у нью-йоркцев по любому вопросу есть собственное мнение. Ну все, нацисты меня достали. Однажды воскликнула Пек за завтраком, читая газету и приступе гнева ударила кулаком по столу. Хватит! Кто-то должен их остановить. Чего мы ждем? Никогда не слышала, чтобы Пек так разъярелась. Вот почему тот случай отложился у меня в памяти. Ее реакция на мгновение заставила меня забыть собственной мелочной заботы и задуматься. Ого! Раз уж Пек злится, значит дело плохо. Но я понятия не имела, чего она ждет от меня. Уж я-то точно не могла остановить нацистов. Если честно, у меня вплоть до сентября 1940 года не укладывалось в голове, что война, такая далекая и досадная, может иметь для нас реальные последствия. Богатые, но вечно занятые родители отправляют непутевую дочь в Манхэттен к тетушке Пек, которая владеет ярким, но, по всей видимости, доживающим свои последние годы театром Лили. Здесь Вивиан знакомится с плеядой неординарных личностей. Веселые танцовщицы, скандально известные актрисы, писатели, менеджеры. Вскоре и сама Вивиан оказывается в центре скандала. Впрочем, именно эта ошибка становится отправной точкой к тому, чтобы Вивиан поняла, что на самом деле хочет, и обрести настоящую любовь. Жизнь мимолетной полна опасностей. Так есть ли смысл отказывать себе в удовольствии? Читайте остросюжетный любовный роман «Город женщины» Элизабет Гилберт. Найдете вы его в центре чтения Дворца книги. А вы читали Элизабет Гилберт? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok